Начнем с новых подробностей о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-24. Главком ВКС Виктор Бондарев сегодня назвал атаку турецкого истребителя на российский самолет беспрецедентным по своей вероломности событием. Он подчеркнул, что нападение было заранее спланированной акцией. При этом, как сообщается, турецкий F-16 ни разу не предупредил экипаж Су-24 на оговоренной частоте. Подробности узнаем у нашего корреспондента Николая Соколова. Он сейчас на прямой связи со студией. Николай, здравствуйте. Ждем от вас всех деталей. Здравствуйте, Юрий. Но вот не только эту информацию сегодня озвучил главнокомандующий воздушно-космическими силами. У журналистов есть возможность проанализировать подробный доклад на восьми страницах. Впрочем, возможность здесь ознакомиться с ним у любого желающего на сайте Министерства обороны. А также журналистам представили не только документы, но и специальные слайды, подготовленные презентацией, которая основана на данных средств объективного контроля, средств противовоздушной обороны. Таким образом, можно делать действительно выводы о том, что акция по уничтожению истребителя Су-24М была тщательно спланирована. Причем первый факт такой свидетельствует о том, что вообще самолеты Турции, F-16, они внедрились на территорию Сирийской Арабской Республики. Кроме этого, известно, что залетели на территорию почти два километра от турецко-сирийской границы. Вот что еще рассказал главком воздушно-космических сил. При анализе видеозаписи индикатора воздушной обстановки, поступившей с командного пункта ВС Сирии, ПВО Сирии, обнаружена отметка о воздушной цели, оставляющей полетной скоростью 810 километров со стороны Турции в направлении госграницы с курсом 190 градусов. После сближения турецкого истребителя с самолетом Су-24М на расстоянии равном дальности пуска ракеты 5-7 километров, что свидетельствует о нахождении самолетов-16 над территорией Сирийской Арабской Республики, истребитель выполнил резкий маневр права со снижением и пропал с экрана индикатора воздушной обстановки. В соответствии с материалом объективного контроля средств ПВО, турецкий самолет находился в воздушном пространстве Сирии 40 секунд и углубился на ее территорию на 2 километра, а российский командировщик государственную границу Турции не нарушал. Также важно отметить, стало известно, что ближайший аэродром военный, на котором базируются турецкие самолеты, получается, к турецко-сирийской границе, это аэродром Дияр-Бакыр. Здесь важно сказать, что военные российские с помощью средств объективного контроля провели несложные математические расчеты, просчитали, сколько бы времени понадобилось вот с этого ближайшего турецкого аэродрома взлетать турецким самолетом к той самой точке, где была выпущена ракета класса «Воздух-воздух». Так вот, получается, что минимальное время как минимум превышено на 12 минут. И таким образом можно говорить с уверенностью, что с этого аэродрома самолеты в тот момент точно не взлетали, а взлетали намного ранее. И таким образом акция действительно была спланирована. Но и кроме этого, сегодня в Министерстве обороны сообщили, что также с помощью данных средств объективного контроля стало известно, что все-таки наведение по целям, по Су-24М, по цели велось не с воздуха, а с земли. Вот что еще рассказал главком. Упад самолета Су-24М из положения дежурства на земле с аэродрома Дияр-Бакыр невозможен, так как необходимое время подлета превышает минимальное время для атаки цели на 12 минут. При этом результаты объективного контроля РЛС Сирии подтверждают нахождение в воздухе двух F-16С в зоне дежурства с 9 часов 11 минут до 10 часов 26 минут в течение 1 часа 15 минут на высоте 2400 метров, что говорит о заранее спланированной акции и готовности истребителей действовать из засады в воздухе над территорией Турции. Ну и сегодня, получается, после этого брифинга Министерства обороны можно сделать точный вывод о том, что турецкие ВВС действительно знали о том, что в небе находятся самолеты именно вооруженных сил России, а никакие другие. Потому как заранее мы знаем, что между коалицией, а также вооруженным силами России, были заключены еще в октябре специальные договоренности. Вот по этим договоренностям российская сторона заранее передавала коалиции данные об эшелонах российских самолетов, а также о данных тех объектов, которые собираются, естественно, уничтожать. И можно сделать прямой вывод о том, что турецкие ВВС действительно знали, в каких эшелонах будут российские самолеты работать, и не опознать их было просто невозможно. Вот что на этот повод рассказал главком. Российской Федерации и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, осуществляющим руководство коалиционными силами, неукослительно выполнялись меры по предотвращению инцидентов между военными и воздушными судами Минобороны России и стран-коалиции, участвующих в операции. В соответствии с этими договоренностями, с пунктом управления ВВС России, на авиабазе ХМИМ представителям ВВС США была забрала временно передана информация с указанием в районном применении нашей пары бомбардировщиков Су-24 и занимаемых эшелонах. Поэтому заявления различных официальных лиц Турции о том, что они не знали принадлежности нашего самолета, вызывают недоумение. Более того, турецкое военное руководство грубо нарушило все международные законы и порядки действий по охране государственной границы в воздушном пространстве. Но вот еще любопытная деталь. В этом докладе и в том выступлении, которое мы послушали главкома, касается оно поведения турецких СМИ. Так вот, в ведомстве Министерства обороны четко проанализировали, когда в интернете появилась первая видеозапись с моментом уничтожения Су-24М. Видеозапись, как выяснилось, была снята частным турецким телеканалом. Кроме этого, военные проанализировали место, с которым предположительно велась эта видеосъемка. Так вот, чтобы добраться к этому месту, потребовалось как минимум несколько часов. Но и еще военные Российской Федерации главком ВС сообщил, что они установили это место, с которым велась видеосъемка. Оно находится под контролем нескольких террористических ячеек, запрещенных в России ИГИЛ. Таким образом, журналисты и операторы, которые проводили эту съемку, явно находились не на территории Турции, а на территории подконтрольной ИГИЛ. Вот что по этому поводу рассказал главком. Удар ракеты «Воздух-воздух» осуществлен пилотом самолета Ф-16 в ОС Турции в 10 часов 24 минуты. И уже через полтора часа видеоролик с падением самолета был размещен на Ютубе турецкой частной телекомпании. Ракурс съемки позволяет определить ее возможное место. Оно находится на территории, контролируемой радикальными террористическими группировками выходцев из Северного Кавказа и бывших республик СССР. Оператор знал время и место, с которого было бы возможно сделать эксклюзивные кадры. Оперативное появление в месте приземления пилота, банд боевиков и публикация видеоролика с данными происшествиями в интернете через полтора часа свидетельствует о заблаговременном информировании террористов о готовящейся провокации для ее видеодокументирования и размещения снятых материалов в социальных сетях интернета. Ну сейчас, конечно, остается ждать реакции международного сообщества. Все эти данные, доклады, а также данные средств объективного контроля, в том числе фото и видеопрезентации, все обнародовано на сайте Министерства обороны, а также на многочисленных сайтах средств массовой информации, которые сегодня присутствовали на брифинге. Их могут проанализировать не только военные специалисты, но даже обычные граждане, потому как по этим данным можно сделать простые выводы о том, что акция по уничтожению российского истребителя Су-24М была заранее спланирована. Юрий. Да, Николай, благодарю вас за подробный рассказ. Я напомню, мой коллега Николай Сколов с последними подробностями о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-24.